Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова и сегодня у нас обзор новинки из каталога на Арифлейм номер 14. Это 10 новых оттенков помады из серии On Color. Это матовая помада и это яркие насыщенные оттенки, новая форма стержня и средняя плотность покрытия и высокая стойкость. И у меня на губах уже первый оттенок, код 39800, нюдовый беж. Значит, я еще пока не поняла свои ощущения, но не могу сказать, что мне помада понравилась. Какая-то стянутость на губах я чувствую, но и мне это не очень нравится. И цвет мне это тоже не подходит, и поэтому я хочу срочно его снять и нанести другой оттенок. Этим я сейчас и займусь. Следующий оттенок нежный лиловый, его код 39801. И вот нанеся вторую помаду, что я хочу отметить? Я заметила, что нет липкости. То есть вот это вот прикосновение, губы когда смыкаются, оно очень комфортное. Это плюс. Я начала находить плюсы в этой помаде. И вот этот цвет, хотя он и тоже достаточно светлый, но мне с ним уже более комфортно, чем с предыдущим. Давайте пробовать следующую помаду. Этот оттенок мягкий персик 38948. Что я отметила еще, нашла один плюс. Когда я снимаю предыдущую помаду, для того, чтобы нанести следующий оттенок, она очень легко снимается с губ и не остается неприятных ощущений. Потому что обычно после стойкой помады губы суховатые. Сейчас у меня губы не сухие. То есть они... Вот уже три помады я попробовала. Посмотрим, что будет как десятая помада с моими губами. Но пока все супер. И по поводу этого цвета. В помаде он смотрится очень так ярко и насыщенно. А на губах достаточно спокойный оттенок. Такой приятный осенний цвет. Но он мне даже нравится. И, кстати, подходит под мой макияж. Давайте пробовать следующую помаду. Уже четвертый номер. Этот оттенок 39802. Почему-то все номера идут не по порядку. А и называется розовый коралл. По мне так это какой-то летний цвет. Или под яркое пальтичко осеннее. Вполне даже интересный. Но себе я такой оттенок не хочу. Хотя я уверена, что по видео он будет смотреться лучше всех предыдущих. Но в себя и в нем ощущения очень комфортно. Но губы все так же хорошо себя чувствуют. Мягкие. Не прилипают. И помада прям прекрасно легла на губы. Без разводов. То есть бывает иногда помада, которую наносишь, она полосит. А это хорошо ложится помада. Ну, продолжаем тестить. Оттенок 39807. Страстный красный. И вот к нему прям просятся черное платье. И длинные золотые серьги. Эффектный оттенок. Что еще заметила? В аннотации написано, что средняя плотность покрытия так и есть. Чтобы добиться такого яркого насыщенного цвета, мне пришлось несколько раз провести по одному и тому же месту помаду. Но, тем не менее, губам комфортно. Просто я сравниваю с теми помадами, которые у меня есть. И я понимаю, что для матовой помады это действительно хорошая помада, качественная. А хочу ли я ее или нет, я вам скажу в конце видео. Тридцать девять восемьсот три. Код этой помады называется розовая вспышка. Она действительно как-то яркая розовая вспышка. На осеннем фоне для меня этот цвет кажется каким-то резким. Я такие оттенки предпочитаю носить летом. Поэтому просто продолжаем тестить. Тридцать девять. Тридцать восемь девятьсот сорок семь. Оранжевый закат, который просто бомбический. И когда у вас кто-то спрашивает, а есть ли у вас помада цвета морковки, они имеют в виду именно вот этот цвет. Вы понимаете? У меня у бабушки была такая помада. У мамы у меня такой помады точно не будет. Я не хочу. Но мне, кстати, интересно ваше мнение, какая помада вам понравилась на мне. И что бы вы рекомендовали, что бы я себе приобрела. Дальше. Смотрим. Три помады осталось. Тридцать девять восемьсот четыре. Неоновая фуксия. Миша мне уже говорит. Какой-то клубный микс. На самом деле серия OnColor, она предназначена вообще априори для молодежи. Это молодежная серия. Там лубки покрасила. Помаду смазала. Все-то ты видишь. Я тороплюсь. Сбил меня с мыслям. Ну, молодежная, классная серия. И, в общем-то, очень интересный даже оттенок. Он такой прям привлекает внимание. Поехали дальше. Помада тридцать девять восемьсот шесть. Красный бархат. Ну, по мне, так он просто какой-то очень яркий цвет, который идет в красноту. И с таким теплым подтоном. Ну, не знаю. Может быть, я все перепутала. Но мне кажется, эта помада далека от красных оттенков. Или нет? Я запуталась. Давайте пробовать следующую помаду. Может, не будем это показывать? Я боюсь таких помад в последнее время. Такие резкие, яркие цвета. Понимаешь? Тридцать девять восемьсот пять. Спелая слива. Ну, по мне, так это вообще не для меня помада однозначно. Я в такой даже не выйду. Хотя выйду за большие деньги. Вот. Ну, или на спор. Но, на самом деле, чувствую себя в ней очень некомфортно. Я все-таки, я считаю, что это молодежный цвет. Или под такую прям стильную одежду. Можно накрасить такие губы. Особенно с черной одеждой или серой. Ну, хорошо смотрится. Ну, немножечко не мое. Все-таки помаду нужно подбирать не просто по моде. Или идет, или не идет. Еще она должна соответствовать внутреннему миру. Комфортно мне в этом цвете или нет. Но, в целом, давайте подведем итог, что я хочу сказать по этой помаде. Ну, как обычно, я сразу придираюсь к упаковке. Я не люблю такую скромную упаковку. Я готова платить большие деньги за более красивый дизайн. Поэтому, да, ну, понятно, за 129 рублей это вполне все прилично. По поводу качества. Это очень хорошее качество помады, на мой взгляд. Мне комфортно. Я перепробовала 10 помад, и у меня не было возможности. Я не взяла с собой ни смягчающее средство, как обычно, ни тональное средство. Я просто наносила, стирала салфеткой бумажной, которая жутко трет губы. И, тем не менее, моим губам комфортно. Они не скукожились, как я обычно, например, привожу, если черниша запикает, как куриная жопка. Мне хорошо. И поэтому я считаю, что качество помады очень крутое за такие деньги. Она хорошо лежит на губах. Она хорошо наносится. У нее средняя плотность покрытия. Но если нужно усилить цвет, то просто нужно провести несколько раз по одному месту. Я думаю, что это не проблема. Но и по поводу цветов. Для меня они, конечно, все какие-то экстремальные. Мне понравился цвет. Даже не помню, какой. Мне было комфортно в нежном лиловом. И все, по-моему. Я смотрю на картинку, меня они все пугают. Я надеюсь, что мое видео, вот этот тест, поможет вам определиться с вашим цветом. И, в принципе, решить, нужна вам такая помада или нет. Благодарю вас за внимание. Всем яркой, красивой, сочной осени. Ярких красок, чудесного настроения. Больше тепла, уюта, ваши дома и семьи. И оставайтесь на нашем канале. Если видео полезное, с вас лайк. А если хотите что-то написать в комментариях, то пишите. Я с удовольствием с вами общаюсь. До новых встреч!